МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Великий Сократ говорил, все профессии в мире от людей, и только три – от богов. Судья, педагог и врач. Они получают свой дар свыше. Здравствуйте, присаживайтесь. Из всех присущих докторам качества и атрибутов у этих будущих специалистов пока только белый халат, смелость, упорство и, безусловно, неплохие знания, которые еще нуждаются в корректировке. Все как в школе. Отсутствующее задание на следующее занятие – тема текущего урока. Сегодня мы будем разбирать тему в леполис. А вот и наш главный герой – ординатор кафедры ангиологии сосудисто-оперативной хирургии и топографической анатомии Антон Минаев. Буквально, можно сказать, вчера, да, я сам был студентом, я понимаю, каково им быть. У всех есть свои трудности, свои проблемы. Я стараюсь всегда подходить, понимать своих студентов. Это в кино можно перепутать диагноз и отделаться ночным дежурством. В реальной жизни второго дубля не бывает. Ну, что касаемо сериала «Интерны», я, наверное, скажу, что там сильно все это преувеличено, да, это отношение между заведующим отделением, между всеми интернами, ординаторами. В реальной жизни, я думаю, все это гораздо проще, легче, и все врачи, которые уже долгое время работают, да, они с уважением относятся и к интернам, и к координаторам, помогают всегда нам. Когда обычный человек спасает чужую жизнь, его чествуют как героя, вручают награду и посвящают статьи в газетах. Для доктора спасение людей ежедневно тяжелый труд. И мы так привыкли доверять людям в белых халатах, что принимаем эту помощь как должное. Вся медицина, в принципе, она сложна по-своему, но хирургия занимает, я думаю, здесь первое место. И, конечно, в руках хирурга в большинстве случаев жизнь людей. Антон Минаев свою профессию выбрал еще будучи школьником, специально пошел в топильный медицинский класс. Родители поддержали. Каждый студент, приходя обучаться в медуниверситет, у него есть определенные страхи. Это страхи при виде крови, да, упасть в обморок. Но эти страхи, они преодолеются, и я скажу, наверное, буквально на втором курсе я доказал сам себе, увидя, да, все, что можно увидеть в стенах нашего университета, что я смогу быть врачом. Меня не вызывает такой страх, как вызывает это у многих людей. Но, скажу честно, мы приехали знакомиться не столько с доктором, сколько с прекрасным баритоном. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Была какая-то внутренняя, наверное, боязнь выйти на сцену, выйти перед публикой, показать себя. Я просто был студентом, скромно говорит наш герой. И потихоньку начал участвовать в творческих мероприятиях. Их уровень рос в геометрической прогрессии от регионального до международного. И вот уже доктор в прямом и переносном смысле лечит души и собирает свои залы. Я очень рад видеть полный зал сегодня на моем концерте. И от всей души хочу поздравить всех ветеранов. Мне приятно видеть ветеранов в орденах на первом ряду. Как врач изучает фундаментальные науки и теоретические основы, так и певец располагает знаниями по анатомии, физике и механике, измеряя голос в бецибелах. Вокал наука эмпирическая, основанная на чувствах и ощущениях. Получая в свое время музыкальное образование, он и не думал, что однажды начнет петь. Да еще как! Ну поцелуй, ну поцелуй меня, Кума души Когда еще не устраивал такие мероприятия, думал, что будут приходить только старшие поколения, пенсионеры, ветераны, да, то есть такого плана. Но сейчас я вижу, что и молодежь с удовольствием ходит на такие мероприятия. ПЕСНЯ В наши дни мало спеть известную песню, слушателя нужно зацепить. Современная молодежь не сразу вспомнит, кто такой Сергей Захаров или Эдуард Хиль. А вот красивый голос, благодаря опять же многим телешоу, сегодня в моде. Самое время спросить, появится ли его бархатный баритон в одноименном проекте. Часто мне все говорят, чтобы я отправил эту заявку, но вот до сих пор, по сей день, я не собрался как-то сделать это. Потому что я понимаю, да, если позитивно рассматривать этот момент, даже при самом наилучшем стечении обстоятельств, да, при прохождении даже какой-то первый тур этого телевизионного проекта, я понимаю, что оставить здесь все, все свои профессии, все, это будет очень сложно, но практически это невозможно. Он уверен, медицина – отдельный вид искусства. И ведь не поспоришь, если раньше врачи боролись со страхами и недоверием одного пациента, то сегодня с целой громадой в составе всезнающего интернета, народных горе-целителей и больных, которые готовы сами себе назначить лечение. Я, конечно, понимаю, что это манипуляция, да, и человек видит, что ему что-то делают. И он от этого как-то становится спокойным, да, и думает, что все это хорошо у него вылечится, все ему поможет. Но зачастую это совершенно не так. Вот и приходится буквально с хирургической точностью искать ту самую грань, чтобы присущей профессии строгость и даже цинизм не уничтожили человеческое сопереживание. Ведь от врачей изначально ждут чудо, а значит, должны верить. Все считают, что я очень строгий, что ко мне сложно подойти, со мной сложно поговорить. Но на самом деле совершенно не так. Я очень веселый, открытый человек. Но такое вот мнение создается у окружающих людей. А может, это и к лучшему, тут же добавляет Антон. Он хоть и человек теперь в ВУЗе известный, но мешать талант с призванием не спешит. Медицина – сфера серьезная. Мы часто участвуем в различных научных конференциях, часто ездим в Москву, представляем свой ВУЗ, готовим какие-то работы, имеем определенное количество печатных работ. В упорстве Антону не откажешь. Сначала школа с серебряной медалью, затем лечебный факультет с красным дипломом. Стало понятно, что и вокальный талант как музыкальный инструмент нуждается в хорошем настройщике. Недолго думая, Антон отправился на вечернее отделение Рязанского института культуры. Нужно идти, пытаться, вырываться и показывать себя во всевозможных проявлениях. Его голосу аплодировали в Казани, Нальчике, Тюмени, Ульяновске, Ярославле. Всех городов и не перечислишь. На выступление в Брянске съехались молодые исполнители со всего ЦФО, но Антон Минаев сумел удивить и видавших виды представителей консерватории имени Чайковского. После первого куплета майского вальса жюри неожиданно сказала «достаточно». А отрывок из Дня Победы к немалому удивлению взволнованного исполнителя и вовсе пришлось петь акапельно. Он еще не знал, что это и была высшая похвала. «Кнем ты мой орбавший, кнем заледенелый, чтоб стоишь, нагнувшись, а до петелью белой». Сам мэтр отечественной эстрады Лев Лещенко в свое время оценил этот голос. Антон Минаев дважды становился лауреатом премии президента Российской Федерации по поддержке талантливой молодежи России. А народное признание – вот оно, когда, скромно поправляя медали, с первыми аккордами встают ветераны Великой Отечественной войны. «День победы, как он был от нас далёк, как в костре в душах таян уголёт. Были обсты, обгорелые в пыли, этот день мы приближали, как могли. Это день победы, городом пропад, Это праздник с синей ловью на листках, Это радость со слезами на глазах. День победы, день победы, день победы». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова